всем привет меня зовут татьяна его на канале белка family мы с мужем сейчас находимся в турции город измир и пытаемся получить комет через интернет мы купили страховки и сегодня мы подали заявку на собеседование чтобы получить и комет сегодня же мы хотим все это дело распечатать нужно найти какой-нибудь копицентр если сейчас чонки не разберется с моим мини-принтером если не найдет опцию сделать фото как на паспорт то нам еще придется искать где сделать снимки такой мини-принтер у меня есть так нему мини-фото бумага весна птички поют вишня цветет а мы с чонгом идем фотографироваться решили мы как-то не рисковать что-то не рисковать 4 икамет 4 4 4 4 4 1 5 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 8 9 9 9 9 10 9 10 10 9 10 11 12 14 15 18 18 20 21 21 19 20 21 22 23 24 25 итак мы распечатали страховку которая заняла целых 18 листов анкеты на и комет и налоговый номер и все эти бумажки вместе с фотографиями обошлись в 240 лир ну что распечатку документов мы сделали правда не все нам осталось еще кое-какие документы подсобрать но это уже потом а сейчас мы приехали торговый центр который находится рядом с нашим домом посмотрим старбаксе как всегда все население турции собралось а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добрый день, распаковка! Погуляв сегодня по магазину, я хотела сравнить цены в этом городе с ценами Стамбуля. Я смотрела кеды Nike, Wands, Adidas. Цены абсолютно такие же, ничем не отличаются. Я просто думала, что в Стамбуле улочка Истеклянь, известная, и там очень гуляет много туристов. Я думала, цены будут слишком отличаться, но в целом нет. Может быть, чуть-чуть, где-то в 100 лир разница есть, но не больше. Я очень давно хотела купить себе кеды, либо кроссовки, потому что мои уже изрядно износились. Вот, и хотелось что-то более легкое. Купила по очень приятной тене. Как вы, наверное, догадались из видео, я купила себе лакоски. Внутри они очень-очень мягкие, и материал сам по себе вот здесь, он очень мягкий и легкий. И так как я очень долго хожу, гуляю, мне как раз очень важно, что внутри. И мне было очень комфортно, и поэтому я их выбрала. Стоимость очень даже хорошая. Как дела? Да вы знаете, ее, видимо, убрали. Но я вам без лжи скажу, стоили они 799 лир. Для лакоста это очень даже хорошее тене. А остальными моими покупками это были штаны и джинсы. Первое это джинсы. Я очень хотела себе джинсы. Клёш, они светлого цвета. И я как раз хотела дырявые на лето. Здесь такая вот похорона. Стоят они 329 лир. Одеты эти штаны. Я почему-то вспомнила свои школьные годы, хотя почему? Интересно же, почему? А все очень просто в тот момент. Как раз таки были модные клёшины и штаны. Я очень хотела их, и они у меня были. И они как раз были в завышенной талии. Все такие ходили крутые. Мода, как мы поняли, циклично. И мода стала возвращаться как раз таки прямым, потом зауженным джинсом. И к чему же мы опять пришли? Мы пришли опять к этим принцам в завышенной талии. И я наткнулась на такие в том же самом магазине. Мне очень понравилось, что у них есть вот такие стрелки. Вниз идут, тройнят и вытягивают силуэт. Также они очень мягкие, удобные, комфортные. Сгодятся. 199 лир. А, ну, тут еще одна, конечно, покупка есть. Но она не для меня, для Чонга. Чонг выбрал себе футболку. 89 лир. Любите покупки так же, как и я? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И давайте будем дружить.